Приветствую вас. Сразу хочу сказать, что мне по душе пришелся ответ на его коллеги Пудрущева Игоря Леонидовича. Вот, на мой взгляд, он ответил вам довольно хорошо, качественно, держательно, и, в общем-то, я рекомендовал бы вам присвучиваться именно к нему, к его ответу. Со своей стороны, а именно со своей стороны, я готов вам представить свое видение ситуации вашего вопроса и дать вам рекомендации. Кстати, посмотрите, то, что вы говорите, что мужчина действительно достойный, такой, как я и сказал, и хотел встретить, Это говорит всего лишь о том, что вы нашли, ну, своего человека, да, то есть, ну, именно вот, нашли то, чего вы хотите. Как бы, вот, при этом, при этом, а еще непонятно, почему вы этого хотите, ну, именно этого, вот, почему, то есть, ну, чем продиктованы ваши желания. Собственно говоря, собственно говоря, чем они вызваны, вот, вы либо пытаетесь через него дополнить то, чего нет у вас, Либо есть еще некая причина, да, которая вас к нему тянет. Но однозначно с этим нужно разбираться, то есть, почему вам именно такой человек понравился, чем, как вы себя чувствуете с ним, то есть, чего вы хотите для него. Хотите ли вы, например, чтобы мужчина был счастливым, хотите ли вы делать его счастливым, например, или нет? И если не хотите, то зачем он тогда вам, если не хотите, знаете? А если хотите, то тогда просто дарите ему свое внимание, как бы дарите ему свое внимание настолько, насколько это для вас во вновь. И не жертвуйте собой, не действуйте себе во вред, не действуйте себе в ущерб. Если вы пытаетесь что-то получить для себя от него, что-то, чего вам, скорее всего, не хватает. Ну и тут уже вопрос, чего именно не хватает, какие потребности, и как сделать себя более независимым от него, да? Потому что, ну вот, то, что вы говорите, это, по сути, идеал. Идеал, некая идеализация мужчины. Вы его идеализируете. И это не то, чтобы прямо плохо, но это опасно. Любая идеализация, кого бы ни, кого бы то ни было, это в известной степени, ну, незрелая позиция. То есть понятно, что у него есть какие-то свои недостатки, понятно, что у него есть какие-то свои проблемы, корректуры. Понятно, что у него есть какие-то сложности, понятно, что у него есть какие-то трудности. вот, понятно, что у него есть какие-то, там, я не знаю, подводные камни, подвески, я хотел сказать, вот, и так далее. То есть все это, очевидно, у мужчины есть. Вопрос в том, готовы ли вы это принять? Готовы ли вы принять, что он может быть не такой идеальный, как вам кажется? То есть, по-прежнему ли вы будете его принимать, например, или все равно, или нет, или, например, там, я не знаю, дадите ему от ворота в ворота сразу. Не возникало ли у вас вопроса такого, почему мужчина, вот такой, как вы говорите, успешный, там, невероятный, и так далее, и так далее, ищет девушек на сайте знакомств. Конечно, скорее всего, у вас есть, как бы, оправдание этому, ну, даже не оправдание, а объяснение. Объяснение этому, скорее всего, у вас есть. Но вы же понимаете, что любое объяснение, да, это просто объяснение. Это его выбор. Он выбрал, выбрал знакомиться на сайте знакомств. Вот. И вы действительно имеете все основания переживать, потому что нет стабильности. Мало ли, может быть, он общается там с кем-то еще. Да, то есть, на том, на сайте знакомств. Понимаете? Ох. И поэтому это нормально. Нормальное ощущение, что вы не знаете, как он вам относится. Нормально. Другое дело, что вы не только торопитесь. Потому что всего две, три встречи, а на третьей встрече уже был интим. Зачем? Надо так спешить. Для чего не очень понятно. Но не надо было. Не надо было спешить. Именно с этим моментом. Потому что ничего хорошего из этого не получится. Салют. Теперь мужчины, как бы, знают, что что вы ну готовы на секс. Думаете, это на пользу? Вам? Нет. К сожалению. И самое интересное, что вы спешили. Значит, у вас были для этого основания. Вот то, что меня интересует, да, это именно основания. Почему вы спешили? Тем более, если человек вам дорог. Ну, вы же не могли не понимать, что если мужчина вам дорог, то не стоит спешить с интимом. Вот. Ну, по-любому вы это понимаете. И все равно это сделаем. Вот. Я вас не обвиняю. Я просто хочу, чтобы вы лучше понимали свои желания. Чего вы хотите. Что вам нужно. Вот. Вот чем лучше вы это будете понимать для себя, тем более четкой будет ваша позиция. Тем более ну, тем более ясно она будет для вас выглядеть. вот. Это вот такой момент. Да, такой момент. Такая история. Как бы. Дальше. Идем. Дальше. Идем. Значит, так. Ну, с одного города, но по работе постоянно ездить. Да. Общаемся уже по параметрам. Вот. Мне так интересно, что вы написали уже. То есть, не еще, а уже. Так, как будто это уже много. Но, на самом деле, это не много. Это не общение в вайбере, если такое и есть, да, оно ни в коем случае не добавляет вам какой-то вот определенности в отношении. Три встречи и на третью встречу вообще был секс. Ну, это вся история ваших отношений. Потому что переписка, она мало что началась. За полтора месяца три встречи. Ну, как бы, с учетом того, что мужчина ездит по всей стране и за границу, наверное, это много. Наверное, это много. Но любой, тут вы правы, любой человек, любой мужчина понимает, что если другому не давать, не давать внимания, то рано или поздно он уйдет. Либо мужчина считает, что привязал вас к себе. Либо мужчина слишком не самоуверен. То есть думает, что его не могут бросить. Ну, никто не может бросить его. Вот. уже больше двух недель не видели. Печетивые три раза предлагали, предлагав что это время встретиться, но все это сразу не получилось. Первый раз сказали, что машину отдал в ремонт и что, а как предложение связано, не очень понятно. Второе, я не могу, а позже он не мог. Второе, мы отвлекаем. сразу вы не могли. Третий раз предложил, потом не писал. Оказалось, что застал по работе в другом городе. Ну, это вот такие, знаете, издержки дистанционного общения. На самом деле такое случается не только с вами, но и со всеми людьми, кто общается по переписке. Вот. Поэтому тут ничего экстраординарного нет. Можно при желании конечно начать выискивать, что мужчина не свободен, что он вас обмахивает, что он вводит вас в занос, вставляет рога и прочее, прочее, прочее. Но как бы зачем? Вы знакомились на сайте знакомств, вы по сути вас ничего не связывается, да, никакая деятельность, ничего. У вас уже был секс, то есть вы мужчине раскрылись, вот, вот. То есть здесь на самом деле можно гадать. Ну не определиться, как вам сказал мой коллега, чего вы хотите для себя, да, вот. определиться, что вы желаете из-за мой как это реализовывать, у меня есть ощущение, что вы не очень гармоничный человек внутри себя. И после опять же для себя решить этот вопрос. То есть вопрос какой-то. Вот есть ситуация, да, ситуация с мужчиной, как вы в этой ситуации видите свое поведение правильное. Вы говорите, что моя инициатива никому не нужна, ну, нужна не нужна, это можно обоспорить, но это ваш выбор. Это ваш выбор. Это вот женское поведение, да, женская модель. Если мужчина там ничего не делает, да, не предлагает, не как бы не принять инициативу, то как бы я не буду этого делать. Более всего, я это уже делала, да, я проявляла инициативу. Это ваш выбор. И вы его делаете, этот выбор. Но вопрос в том, что сейчас вы этот выбор делаете, может быть, от обиды, от какой-то, знаете, неопределенности, вы мучитесь и так далее. Это несвободный выбор ваш. Вот. Это выбор несвободный. Чтобы его освободить, чтобы его сделать свободным, нужно разграничить. Вот есть мои желания, да, есть то, чего я хочу, а есть то, чего хочет, ну, мужчина, да, есть реально. вот что я могу сделать для того, чтобы мои желания были удовлетворены. Здоровая ли у меня позиция к мужчине? Равноправная ли она? Независимая ли она позиция? А если зависимая, то в чем? да? Вот эта зависимость нужно убирать. Чтобы вы были свободны. Ну, три раза он вам предложил, да, встретиться. Не получил. Но предложите еще раз сами. И все. Все в этом было в том. Вы хотите быть с ним? Вам не будет от этого плохо. Но вы сделаете этот шаг, вы не будете мучиться. Вы не будете мне определенности. Вот вы предложили, да? Ну, если мужчина вам не дорожит, для него это будет ценно. Правильно? Ну, скорее всего. Либо он это оценит, либо нет. Если не оценит, значит, он в любом случае не ваш. И не важно, свободен он там, не свободен, хочет ли он, не хочет ли он, не важно. Абсолютно. Важно, что вы ему не интересны, вы ему не нужны в таком виде. если вот вы говорите верю ему и хочется ему доверять. Зачем? Верить можете, хорошо, верить это ваш прав. А доверять это, я так понимаю, перекладывать на него ответственность свою за себя. Зачем? Не знаю, как себя и спокойно. Положитель. въездил. Но если вам не нравится то, что вы не включаетесь, то либо предлагайте встретиться, либо ведите себя более холодно. То есть вы общаетесь, продолжайте общаться с ним. Так вот, как общались. Но например, не отвечайте на ласку. На какие-то ласковые слова. не делайте комплиментов сам и так дальше. Подумайте, что можно сделать, чтобы определить ваше отношение. Определить можно только поступками. Только поступками. Вот вы говорите, мне кажется, если мужчине женщина нужна, то он ее из-под земли достанет. Это установка. Это установка. Какой-то мужчины да, какого-то мужчины нет. Понимаете? Надо равнять всех мужчин на это. Если вам человек нравится, если вы говорите, что он действительно достойный, нужно принимать его модель поведения, а не ждать от него той модели поведения, которую вы считаете для себя приемлемой. Понимаете? Но вы продолжаете искать. Вы ищите. Знаете, вы ищите того самого, это вы не принимаете, а выбираешь. Для выстраивания здоровых отношений это далеко не самый лучший вариант. Потому что любая идеализация, то есть вы идеализируете его, обесцениваете себя, например. И обесценивая себя, вы попадаете в зависимость. от него нехорошего здесь мало именно для здоровых отношений. Так. Ну, две недели строго не такой большой на самом деле. Опять же, непонятно, куда вы торопитесь. предложить встретиться, что не хотите предлагать ему встретиться, это вопрос, почему не хотите. из принципа, или какие-то другие у вас мотивы. Боитесь униженной не будете. Боитесь обесценить себя. на третьем скедании. Как бы тут уже надо определять, либо вы берете то, что выходите, активные действия предпринимаете, либо вы не берете и ведете себя как более пассивный партнер. у вас вроде в одном активность, в другом пассивность, то есть нет такой четкой позиции. Вот. Значит, ну, в общем, по поводу другой женщины тоже думал. Это, понимаете, это опять же, это опять же, это догадки. Это догадки, это слова. Нужные поступки, реакции на поступки и озвучивания ваших желаний. Вот. То есть поставьте себе цель, да, такую. Вот. Посмотреть на встречу следующую. Предложите их, и если мы чем согласиться, то на этой встрече уже сказать им, что хотели бы видеть его чашу, например. Вот. И далее будет видно. Далее будет видно. как все пойдет. Это моментально, моментально мужчины, мужчину вынудит себя проявить. Как? И неопределенности больше не будет. А вам я рекомендую подумать о том, почему вы ищете мужчин на сайтах знакомств, а не в жизни, не в реальной жизни. Вот. Для чего? Что мешает вам в реальной жизни отношения строить? Это первое. И второе. откуда идеализация? Идеализация такая сильная мужчина. Явно соответствие вашим желаниям имеет место быть. Ну а если соответствие вашим желаниям, то соответственно можно говорить о том, что вы например, да, ну, скажем так, зависимы. Вот. От него, от мужчины, да, зависимы. Можете быть. Если ваши желания от кого-то зависят. От кого-то вообще. Да? То есть, ну вот, вот, не только, да, от этого мужчины самого конкретного, а вообще от кого-то ним. Это как бы не очень здоров для вас. Поэтому в этом контексте тоже я рекомендую вам подумать. То есть, чего хочется вам, как бы вы могли сами это реализовать, вот, и тем самым стать более независимым, независимой от людей. И более привлекательный партнерш в отношении быть. А оттуда уже более свободная женская модель поведение, которое будет естественной, и которое наглядно покажет вам нужен мужчина, нужны ли вы мужчине или нет. с другой стороны, подумайте о том, еще, а вот если не нужны, если вы не будете вместе, если у вас не получится, что будет тогда? Боитесь ли вы этого? Чего именно вы боитесь? Как вы будете о себе думать? Представьте себе, что вы расстались, что все, ничего не получилось. Или вы узнали, что нас обманывают или что-то еще. что для вас это значит и почему? Вот не торопитесь, представьте и подумайте. Это и будет тем, над чем вам нужно будет работать самой. Например, я боюсь остаться одна. Значит, непринятие себя, обесценивание себя. Например, я боюсь думать, что ни с кем не построю отношения. Значит, там страх близости идет. Это бы объяснило ваше стремление ему доверять доверять мужчине. Ну вот. Если, например, такой момент, я, например, никогда жил, да, чтобы себя вокруг меня в паре, а я одна. Я одна без пары, как белая ворона. это соответственно уже что? Это ориентир на общественное мнение. Надо, должен, вот. И, соответственно, как следствие депрессивное состояние по этому поводу. Да, то есть подавление своих желаний. В угоду суперэго. Подумайте. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...